Всех, с кем встречаемся, читали ли эту книгу? Есть ли она у вас в доме? Есть. Есть у вас? И считали её? Я именно, нет. Не читали, да? Нет. Ну а как же так? Когда самая лучшая книга-хранилища, названная её именем, библиотеки, библио, корень стоит там даже. Это вся мудрость. И самая главная, великая радость оповещает Господь, что Иисус Христос умер за грехи людей, распятый был и воскрес. И всех призывает к покаянию, чтобы получили Царство Небесное, а не с сатаной в аду мучились, не горели в огне. Потому что то, что здесь делается, вытащат рулетки, нормальному человеку это никогда не понять. Люди сумасшедшие совершенно, блуд. Получили игрушку и не знают, как ей воспользоваться. Если вы Библию не читали, вы можете прийти в храм Божий православный, и там Новый Завет хотя бы есть. Без этого нельзя. В этом весь смысл жизни. Если человек приобретет весь мир, а душе повредит. Какой выкуп даст за душу, Господь говорит. Ведь мы все окружены. Микрофон? Нет, далеко. Лучше. Так. Первый-то год от чего пошел? Ну, со дня. От Рождества Иисуса Христа. А, нет. Да. Вчера, позавчера какой день был? Как назывался? Позавчера. Позавчера. Вчера понедельник был, сегодня вторник. А перед этим какой был? Рождество. Воскресенье. Воскресенье. Суббота. Воскресенье. Понедельник, вторник. Почему называется суббота? Суббота. Почему называется день? Ну, входной. Входной. Это еврейское слово шаббат. Оно так звучит в нашей транскрипции. Шаббат, суббота, покой. Не отдых какой-то там, покой. Воскресенье. Христос воскрес. Корень. Понедельник. Это раньше воскресенье называлось неделя. То есть за ней. По-славянски. Вторник. Вторая. Среда. Посредине. Четверг. Четвертая. Пятница. Пятая. Объяснение-то есть. Главное воскресенье. Вас как звать? Вас как звать? Роман. Как? Как? Роман. Роман? Роман? Да. Ну, а теперь имя Роман. Что такое Роман? Римлянин. Откуда взято? Святой Роман. Христианское имя. Латинское. Я Игнатий. Я по-гречески неизвестный, неведомый. По-латински огненный. Мы окружены христианством. И я не верю. Как же так не верить? Когда Христос умер за грехи людей. Можно не верить в великого деятеля? Вопросы о Боге, о вечности? Да нет, я как бы верил в Бога. У меня вопросов нет. Ну, как верите? Вы в храм ходите, молитесь? Я хожу очень редко. А почему? Ну, потому что, во-первых, профессия у меня дальнобойная. Ну, хорошо. Вы в машине едете, да? Дальнобойщик, я так понял. Ну, а вы дорогой едете, молитесь? Утреннее, вечернее правило там исполняете? Как? Утром, вечером правило, специальная молитва есть. Считаете что-то? Вот утром вы встали. У нас было путешествие миссионерское. У меня вышло 38 томов книг. И Господь положил мне на сердце подарить библиотеки мира. Они бедные, не могут купить. И мы из Барнаула, я в Барнауле, Алтайский край. Мы проехали до Владивостока, порт Находка, заезжая во все регионы. И потом прошли до Лиссабона. Это дальнобойщики считаются? Португалия. Португалия прошли. Потом прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. По вашим меркам это как? Нормально. Нормально. Мы прошли 120 тысяч километров и сделали 650 остановок. Библиотеки мира. Подарили им на 35 миллионов рублей. Подарок сделали. Сами. Вот дальнобойщики-то. И мы нигде не начинали день без молитвы. Куда бы ни зашли. Это 100 поклонов. У нас команда едет. Три человека. Шофер и два миссионера. И собака. И это все можете найти на нашем Ютубе. Канал. У вас есть в Ютубе канал где-то что-то? Ну вот зайдите. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Зарядите, если можете. Ну хорошо. Будет время, посмотрим. Вам не забудете. Вы напишите себе. Как? «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Канал. В Ютубе. Игнатий Лапкин? Да. Можете на меня тут скинуть. Я посмотрю, правильно написали или нет. Да, правильно, правильно. Там выжили. Ну и что, открывается? Так я сейчас-то не смогу открыть. А, я думал, что открыли. Ну в общем так. У нас большой ресурс. Я записывал на бумажке. У нас большой ресурс. 17 800 роликов наших. Нормально. Да. Просмотр, общий просмотр. 44 миллиона. Мы строим православную деревню с нуля. Алтайский край. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я был в Алтайском крае, село Шибалино. Ну вот. Вы знаете, где это? Жительница Сибири называют. Я сам Сибирь. Ну вот так. Поэтому главное здесь цель жизни. Примирился я с Богом или нет. Если Господь мой Спаситель, то у меня вся жизнь будет идти. Не просто я крещеный. Крещеный, это вообще ничего еще не говорит. Как он крещеный? По вере, не по вере. А я верю. Ну написано, бесы веруют. То есть, как Лев Толстой говорил, черти веруют. И трепещут. А человек и не трепещет даже. Потому что он с ума сошел. Безумный. И вот если у вас будет желание встретиться, что-то узнать больше, вы по скайпу зарядите Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией. И Игнатий Лапкин. Ну я записал. Да, по скайпу, по скайпу. А потом я могу вас скинуть на наш сайт. Там мои книги, 38 томов книг. Занятия вел в пяти университетах. Три радиопрограммы регулярно. И жене каждое воскресенье онлайн, часовая. И много вопросов люди задают. Я на все отвечаю. Во всех отделах милиции работу вел. Мы православные, у нас дверь открыта широко. Как звать-то вас? Николай. Николай. Вы знаете, что он означает имя ваше? Я читал, но я не помню. Победитель. Победитель. День победы. Так, победи грех. Не кури. Не сквернословь. Жене не изменяй. Нигде не блуди. То есть, это основные запады. У меня нет уже номера зелись. Ну, я вам говорю, чтобы вы знали. Потому что люди совершенно ничего не думают. Это что? Блуд и компьютерные игры. Мозги полностью уничтожают. Идиоты. Преступники. Верующие во Христа имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот как написано в Святом Евангелии. Да, вот сейчас молодежь, которая растет, новое поколение, я вообще не знаю, что с них вырасти. Ну, ничего, узнают. Грядут великие бедствия на землю. Согласно Библии, как написано. Войну-то было как? Я комсомолец, никого не признаю. А в плен попали, все начали молиться. В один день 4,5 миллиона пленных поволоклись. 20% только осталось живых. Это у Бога хорошая дубина. Бог быстро вправит мозги. Надо с радостью служить Богу. Долго терпит потом. Да. Храм где есть, едете везде, бываете. Купите Евангелие, Библию, храмы открыты. Это стоит того. Ему выйти знать. Почитал, утром встал, помолился, и тебя Господь хранит. Потому что разбойничают на трассе, дальнобойщиков убивают, и что только не делается. Я купил молитву, правда, не в церкви, но в магазине, как бы, разницы-то нету. Хорошо. Сходи на исповедь, сходи к священнику. Сейчас подождите, сейчас покажу вам. Православная церковь – это Христова невеста. Вот, молитва святого Николая. Ну, я вижу, вижу молитву водителя. О, даже водителя, видишь, как придумали. Ну, и тут непонятно. Ну, если это в церкви, то это нормально. Не, я брал ее не в церкви, в магазине, но как бы. А это я не знаю, надо проверить. Вы, батюшки, где-нибудь покажите, скажите, батюшка, правильно молитва или нет? Иногда пишут неправильно, и это нехорошо будет для вас. Ну, я думаю, там все правильно написано. Ну, я не знаю. Я просто советую. Николай, я советую вам. Да-да. Священник, зайдете в любой храм, видите, открытый, зайди, возьми это с собой, этот, что, как назвать вам, флажок, плакат. Угу. Вот вам, если вы зайдете на наш YouTube, и вы увидите, как мы ездили, как ехали. Ну, представьте себе, куда. Мы прошли всю Европу. И Господь хранил нас. Я в Европе не был. А? Я только по России работаю. Ну, по России надо работать. Мы, когда ехали сначала к границе, контейнеры тут забросили, 5 тонн книг. А потом там и возвращались, и через Украину проезжали в Шенгенскую зону. А-а-а. Если вопросов нет, будем прощаться. Давайте. По скайпу ищите меня. Я вам скину тогда ресурсы наши очень богатые. С Богом. Разврата в эту рулетку Содом и Гаморру, чтобы людям возвестить волю Божию. Опасный человек. Да. Что если человек не верит Господа нашего Иисуса Христа, у него нет надежды на спасение. А Иисус умер за нас. Воскрес для нашего оправдания. Да, я буду паспирать. Идите, паспирать. У вас в доме такая книга есть? Что есть? Но я показал сейчас ее вам. Вот. Такая книга у вас дома есть? Нет. Ну, а если нету, то, значит, вы ее и не считали. Вот что у меня другая вера исповедовала. Да хоть какая будет. Спаситель нужен будет. Я же не веру проповедую о Христе. У вас, может, такая книга? Мы пришли сюда, в это место разврата, гибели, чтобы показать, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес, чтобы верой в Него люди имели жизнь вечную, покаялись в этом и больше не творили беззаконие. Да, правильного, правильного деда говоришь. У вас такая книга есть дома? Нету. Ну, а раз нету ее, тогда явно, что вы не знаете ее содержание. Ну, да. А раз не зная эти заповеди, вы их нарушаете. Почему? А потому что не знаете, вы же сказали, не считаете. А не считая, ты не знаешь, а не зная, нарушаешь, а нарушая, погибаешь. Тут очень просто. Это не мои слова, а Ивана Златоуста. Человек, если только он душу не спасает через Христа Спасителя, он напрасно родился. Его ждет мука вечная в огне после смерти. Тут половина мужиков голые валяются, никому не нужные. Только одно блуд творят, рукоблудие, всякая пакость. Да, деда, правильно, правильно говоришь. А мы возвещаем великую радость, что можно избавиться от этого, принеся покаяние перед Христом. Благодатью спасаемся, а не делами закона. Это, у меня, ну, это подруг спуга, но ведь ее как-то, ну, это кресть избы тоже. Я не пойму, вы что все лежащие-то, почему не сидите-то, парализованы или что? Или заранее говорите, что уже готов, только любая тебе шлюха, подойди, уже упала. Такие вот, деда. Да, я говорю, как есть. У меня опыт жизни. Да, да, не понял. Мне, вам сколько лет? Тридцать. А мне восемьдесят первый, ну и считай. Ничего, так я еще сколько прошел за Слово Божие. У меня вышло тридцать восемь томов книг, я еще архипелаг ГУЛАГ в первой стране издал. И меня отправили. Нифига себе. Пять. Вы, Толя, ругаетесь, что ли? Нет, нет, нет. Вы же вроде матерок сказали. Нет, 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 деда. Нет, а я плохо слышу, может быть, это. Смотрите, не ругайтесь. Иначе вам стыдно будет завтра. Да, понял, понял, деда, понял. Господь зовет всех. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите игорь мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ибо игорь мое благо, и бремя мое легкое. Бремя Божие. А бремя какое? Это радость, святые его заповеди. Да. Да. Если у вас Евангелия нет, вы можете пойти в православный храм, приобрести, сходить на исповедь к батюшке, и начать жить с Богом. И тогда жизнь наполняется глубоким смыслом. Эта жизнь есть подготовка к вечности. За гробом есть вечная радость со Христом, старцем небесным. И вечное мучение с сатаной в Денье Огненное, где плащ искрежет зубов. Понял, понял, деда, понял. Ну вот, если вы желаете узнать, у вас вид такой, как будто бы обкуренные какие-то. Нет, нет, нет. Нет? Нет, проснулся только, деда, проснулся. Если вы пожелаете встретиться дальше, вы зарядите в скайпе Игнатия Лапкина, и вы на меня сразу выйдете. Запишите себе. У нас очень большие сокровища. Понял, понял, деда, да? Ну тогда все, если вопросов нет у вас по спасению души. Нету. Ну с Богом. Как звать-то вас? Субтитры сделал DimaTorzok